Восьмая открытая лекция в рамках цикла по креативной экономике прошла в Великом Новгороде. На этот раз перед слушателями выступили инициаторы городского благоустройства из Смоленска Александр Жустарёв и Дмитрий Теплухин. Своим опытом они поделились с новгородцами. Смоленск практически ровесник Великого Новгорода. Их разделяют всего четыре года упоминания в летописи. У двух городов похожая история, да и задачи, собственно, общие. Главное из которых сделать жизнь современных горожан удобной, комфортной и безопасной. Можно ждать перемен от власти, а можно взять дело в свои руки. Что же делать тогда, когда ничего не происходит? Как вы думаете? Начать. Правильно. Начать, что начать? Действовать. Супер. Действовать и заниматься абсолютно любой деятельностью. Я когда говорю абсолютно любой, абсолютно не шучу. Деятельность гораздо важнее вообще смысла даже порой. Впрочем, смоленские урбанисты предпочли действовать со смыслом и организовали общественное пространство «Среда по четвергам», где объединили таких же креативных и болеющих за родной город людей, создающих проекты, к слову, на безвозмездной основе. У нас есть компетенции, которые мы можем вложить и сделать наш город чуточку привлекательнее, уютнее, добрее и красивее. Не все же измеряется деньгами. Это самая главная мысль. Мы не тратим все свое жизненное время на это. Мы тратим только часть его, которую можем позволить себе. Только четверг. Так родился прекрасный пример того, как народная инициатива снизу смогла вдохновить горожан и власти на позитивные преображения городской среды. Авторы инновации открыто поделились опытом и способами создания шести успешных кейсов обретения комфорта. Оценили спикеры и архитектурный потенциал старшего брата. Очень понравились пространства, в центр очень много территорий. Нет награждений домов. Хороший исторический город с тем, что есть понимание, что этому городу больше тысячи лет. Это видно и это здорово. Это ощущается. Классная река, мост, Кремль фантастический. В Великом Новгороде цикл креативных лекций проводится второй год подряд. С этой осени они вновь станут регулярными. А те, кто не успел посетить их лично, смогут посмотреть запись на сайте интернет-издания 53 новости.